Здравствуйте, дорогие друзья! Так как я худею, решил вам рассказать о разных видах жиросжигателей, начиная от препаратов, которые мы сегодня обсудим. Это клёнбутерол, обладающий действительно жиросжигающими эффектами, но не без своих подвохов. Также, соответственно, мы обсудим разные БАДы наиболее мягкие, обсудим САРМы, но это будет всё, соответственно, впереди. А сейчас вмешайте протеинчик, стругайте огурчики, и мы обсуждаем клёнбутерол. Итак, дорогие друзья, сначала я хотел сделать дико сложный выпуск, опять навратил, кучу всего тут понаписал, инструкцию напечатал, потом подумал, подумал, и думаю, всё это хрень. Надо проще, выпуски надо делать короче, и так, чтобы вам было понятно. Вот, значит, сразу оговорюсь, больше будет негатива о клёнбутероле. Я его сам применял на соревнованиях неоднократно, и когда выступал в классическом бодибилдинге, и когда выступал в менсфизик. Сам прочувствовал все побочные эффекты. Если, соответственно, их перечислить в побочных эффектах, у нас здесь, что ещё перечислить? Со стороны сердечно-сосудистой системы тахикардия, экстрасистолия, снижение или чащее повышение артериального давления. Со стороны нервной системы тремор пальцев рук, беспокойство, головная боль. Со стороны ЖКТ, сухость во рту, тошнота, аллергическая реакция, сыпь, крапивница. Вот разве что сыпь и крапивница у меня не было. Тремор чувствуют, все беспокоятся, чувствуют. Все, как правило, значит, тахикардию или экстрасистолию, одно из двух, и всё вместе, не знаю, снижение в АД не встречал, а вот повышение АД на клёнбутероле встречал. Короче говоря, трясёт вас на нём не по-детски. Этим самым, конечно, вы, скорее всего, усугубляете риски, соответственно, по поводу того, что вы можете заработать сердечно-сосудистые заболевания. Но, дорогие друзья, можно немножко магнием это состояние сбивать или магнезии. С другой стороны, вы и уменьшаете, таким образом, действие клёна бутерола, жиросжигающего. Потому что, как андреномиметик, он срабатывает именно так. И это состояние, оно и является, ну, вот этой трясучке наиболее жиросжигающим. И как только вы, соответственно, сбиваете побочные эффекты клёна бутерола, ну, тут сложно какие-то, да, исследования проводить. Но однозначно, соответственно, вы его, раз вы его подавляете, его действие, то и, конечно, вы решаетесь с части жиросжигания. Поэтому совет не злоупотреблять, да, из пустого в порожню, не переливать, не блокировать действие клёна бутерола чем-то еще, снижать дозировки или не применять его вообще. И какие основные мои рекомендации все же за то, чтобы не применять клёна бутерола? Ну, во-первых, вот если мы откроем официальную инструкцию, мы прочитаем клёна бутерола, это взаимодействие графа клёна бутерола уменьшает действие инсулина. То есть, другими словами, действие инсулина на клетку уменьшается, глюкоза становится больше. Когда мы говорим о том, что это андреномиметик, что мы подразумеваем? Да, это отношение к гормонам надпочечников. Вспоминаем, какие одни из функций гормоны надпочечников. Это, соответственно, увеличение глюкозы путем еще и увеличения печеночного гликолиза. И когда у нас организм испытывает такой стресс, как увеличение, соответственно, сердцебиения и так далее, логично, что, конечно, он, ну, может быть, не сразу, но печеночный гликолиз подключен. А у нас написано, что конкретно это вещество клёна бутерол уменьшает действие инсулина. То есть, у нас глюкозы будет много, глюкоза будет повышаться на клёна бутероле. Кто не верит, вы всегда можете проверить глюкометром. Соответственно, только не забывайте смотреть вашу глюкозу норме. Она у вас, никто не говорит, что она у вас и так не повышена, да, то есть, она может быть в разы выше нормы. И так у вас даже на сушке вдруг у вас преддиабет. Вот, соответственно, плюс еще к клёну бутерол, естественно, не сразу, не с первой таблетки. Но такие, соответственно, уже по истечению 10 дней, то, что вот я замечал на себе и на моих пациентах, он уже, соответственно, дает такие эффекты. Весьма значимые эффекты по повышению, соответственно, глюкозы. Таким образом мы делаем себе медвежью услугу. В короткий промежуток времени мы просушимся. В длительный промежуток времени, когда там уже с кетотифеном используют клёну бутерол, да, чтобы вот, соответственно, он, его резистентность, так скажем, условно, если просто говорить, резистентность к клёну бутеролу наступает, чтобы ее оживить, там используется, соответственно, замешано все на тучных клетках и кетотифен, в общем, все это дело оживляет. Если коротко. Не думаю, что вам следует рассказывать все механизмы, связанные с клёну бутеролу, но просто вам будет, наверное, неинтересно, потому что куча всего скопилась. Главное для нас понять, что. Что, соответственно, в короткий промежуток времени перед соревнованиями довестись, перед сценой пару дней, это вполне можно сделать. Если говорить о длительном приеме свыше 10 дней, я считаю, неоправданным прием клёна бутерола. На похудении, у тем более людей, больные диабетом, неоправданным применением клёна бутерола. У людей стереотоксикозом, ну, естественно, логично, что неоправданным применением клёна бутерола. Также у людей, соответственно, у кого по каким-либо причинам нарушен ритм сердца, или вы его нарушаете какими-либо еще сопутствующими жиросжигателями, неоправданным вместе с ними применение клёна бутерола. В принципе, для основной массы людей неоправданно применение клёна бутерола. Если так условно сравнить, выбирать, допустим, гормонозаместительную терапию или курс клёна бутеролом по своему сопоставляющему вреду, как на мой взгляд, вреду, вреду. Напишите мне, как правильно говорите. В общем, вред, да. Соответственно, я бы сказал, что вот обычный тестостерон пропионат, он нанесет меньше вреда, чем нанесет клёна бутерола. Потому что, как минимум, он сделает шаг в сторону инсулинорезистентности за месяц-два, допустим, вашего применения. Опять же, чтобы более-менее стойкий эффект по похудению прочувствовать и так далее, естественно, нужно делать высокий объем кардио, он здесь работает, и как термодженик. И на том же там синефрине, условно, можно добиться этих жиросжигающих эффектов. Там и другие термодженики можно использовать. Это не очень хорошо, термодженики, да. То есть, те препараты, которые повышают температуру нашего тела, да, тоже могут слегка усиливать сердцебиение. Но это не так выражено будет все равно, как злополучный клёно-бутерол. На мой взгляд, популярность в своем получил в 90-х, когда действительно было только 2,5 каких-то препаратов из разряда метанномацию клёно-бутерол на сушку. Вот. И больше ничего. Ну, он дешевый, конечно. Это еще, наверное, для некоторых является привлекательным. Но скупой платит дважды, вы заплатите за вашу скупость вашим диабетом 2 типа. Дальше. Анаболические свойства, приписывающие клёно-бутеролу. Очень часто натуралы, да, люди, которые, да, это натуралы, кто не знает, это не сексуальная ориентация подразумевается, а имеется в виду натуральные спортсмены, не использующие гормонозаместительную терапию. Они считают, что клёно-бутерол обладает какими-то выраженными анаболическими свойствами и начинают его есть, тем самым загоняя себя в ту же самую пресловутую инсулино-резистентность. Вот. Также, дорогие друзья, хотелось бы подчеркнуть, что, соответственно, вот 100% анаболические свойства по клёно-бутеролу всё-таки я находил исследование только на лошадях. Ну, согласитесь с вами, мы всё-таки не лошади. Ну, давайте даже допустим, что какой-то анаболический эффект невыраженный там есть, но я вам скажу так, что если вы зарядитесь по самые, по уши, соответственно, бустерами, там, каким-нибудь тестостероном, ну, я не очень на самом деле люблю бустеры какие-нибудь из спортивного питания, мне очень нравится в этом плане, там, допустим, трепестан, да, вот, и, соответственно, возьмёте его, возьмёте, соответственно, себе какие-нибудь там витамины, да, сдадите анализы, опустите себе глюкозу, наоборот, опустите, пролечите свою инсулино-дерезистентность, даже если у вас там инсулин 9, 8, если вы его слегка опустите, то есть клетка начнёт быть более чувствительной к инсулину, на мой взгляд, это всё в совокупности в том, что вы пропьёте Д3, пропьёте магний, может быть, добавите себе гамма-аминомасляную кислоту, вот, мы ещё поговорим, кстати, поговорим о Финни-Буте с вами скоро, вот, соответственно, добавите себе, ну, такой вот биохакинг, грубо говоря, мы это ещё будем обсуждать подробнее, если хотите, можете пока вопросы накидать. Это будет гораздо полезнее для вашего организма и лучше, и, на мой взгляд, не меньше будет анаболический эффект, чем вы будете есть этот клёновый терролл с вытрощенными глазами просто трястись и, так скажем, на самом деле никуда не приходить. Лично у меня ещё и силовые падали на клёновый терролл, и достаточно заметно, по той причине, что, ну, как бы, да, весь лишний пульс и вообще вымотанность нервной системы, она, конечно, о себе даёт знать. Вот, поэтому, соответственно, дорогие друзья, будьте здоровы, вот, не используйте препараты, которые вам противопоказаны, всегда сдавайте анализы, естественно, если у вас высокая глюкоза, выше 4 и 5, вам клёновый терролл противопоказан, то же самое касается инсулина, уже, если он у вас выше 8, вообще категорически я бы его не использовал, потому что там уже будет после него выше 10 однозначно. Вот, и, соответственно, конечно, хотелось бы пожелать вам здоровья. Если вы хотите, кстати, подписаться, ну, точнее, поддержать мой канал, можно подписаться на него, в первую очередь, отправить другу какие-то интересные видео, поделиться с друзьями этими видео. Также, ещё один вариант поддержать мой канал, сделать и вам, и мне хорошо, это, конечно же, обратиться ко мне за онлайн-консультацией. Вот, записываться нужно за 24 часа, оплата тоже проводится по факту записи за 24 часа. С вами был доктор Кравцев. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok